Доброе утро! Мы в офисе 1580 узнаем традиционно, что произошло за последние сутки в Полтаве. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, что у нас произошло? Вчера без чрезвычайных происшествий, единственное, что обратились к нам две заявки по поводу... Возникли два провала, один на территории детского садика на Целковского, второй провал на перекрестке улицы Уолия-Шевченко. Вчера выезжали все соответствующие службы, проверяли, нет ли там сетей. Пока вроде бы говорят, что сетей там никаких нет. Сегодня будем дальше разбираться, думаю, что будем сегодня уже бывать. Большие провалы и чем они? Ну, один провал, который на Воле-Шевченко глубиной 4 метра, а который на территории детского садика там 2 метра в диаметре и 2 метра в глубину. Обусловленный пока чем не могу сказать, потому что, говорю, все службы сказали, что сетей там никакие не проходят. Возможно, там какие-то геологические проблемы, возможно, там когда-то были на этих территориях колодцы. Если там были колодцы, и они потом были засыпаны, то земля будет все равно просыпаться. Ну, сегодня будем разбираться, я думаю, что сегодня домок Козирки, чтобы эти провалы позасыпали. А одна на проезжей части? Не-не-не, оба провала, оба провала на городе. То есть дорога не пострадала. Сегодня у нас по погоде ожидается минус 3, минус 5, днем без осадков. Вчера ночью техника тоже работала, посыпала улиц, чтобы не было скорость к осёдне, поэтому по говолю, да, в принципе, на дорогах не ожидается. Да, сегодня уже побольше будет. Уже выходили на наше троллейбусное управление, спрашивали, пока жалоб никаких нет. Все нашуты вышли вовремя, опозданий нет. Вырыли отключения по свету? У нас есть резонансное отключение по карвалитных, но пока в сводку мы их не указываем, потому что это отключение буквально длится 20 минут. И каждый день, кроме выходных, в одно и то же время на 20 минут на карвалитных пропадает свет. Есть вероятность того, что кто-то подключает какие-то мощные приборы и выбивает это на трансформаторной подстанции. Но пока этого человека кто-то мог бы, наверное, сейчас проводит рейды, но найти тяжело. То есть сейчас будем выходить на обла-энерго, разбираться, что это за ситуация, потому что жалоб много. И именно в одно и то же самое время вечером там пропадает свет. Обла-энерго выезжает, включает трансформатор. Я думаю, все равно, если каждый день так будет, то это большие затраты. Тем более, я думаю, что на трансформаторе, говоря, не все, и пригородишь какие-то детали. Больше не было, да? Больше нет, да. В принципе, хорошего вам рабочего дня и до завтра. Спасибо.